В Ненецком округе продолжается вакцинация населения от заболевания коронавирусной инфекцией. Более 600 жителей уже сделали прививку. Более 170 завершили второй этап вакцинации. Прививочная кампания проходит на базе двух медицинских учреждений в городе Нарьинмаре и поселке Искатели. Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно через личный кабинет на портале Госуслуг по единому номеру горячей линии 122, а также в своей медорганизации. Если портал Госуслуг выдает ошибку, это значит, что ближайшая запись в медорганизации уже заполнена. Вы можете воспользоваться двумя другими способами записи. Жителям сельских населенных пунктов необходимо обратиться к местным фельдшерам для записи на прививку. Напомним, вакцинированным выдается соответствующий сертификат, дающий право возвращаться в округ из других регионов без справки о ПЦР-тестировании на COVID-19. Напомним, вакцинация против COVID-19 проводится лицам от 18 лет. Противопоказано при наличии острых инфекционных и неинфекционных заболеваний. Случаев тяжелых аллергических реакций, периоды обострения хронических заболеваний, беременности и грудного вскармливания. Вакцинация переболевших COVID-19 не проводится. Жители Ненецкого автономного округа, прибывшие с территории других регионов, могут пройти быстрое экспресс-тестирование на коронавирус по доступной цене. Запись на тестирование открыта с 1 февраля в двух медицинских организациях – взрослой поликлинике Ненецкой окружной больницы и центральной районной поликлинике Заполярного района. Как сообщалось ранее, в Ненецкий автономный округ поступили экспресс-тесты на выявление новой коронавирусной инфекции. На тестирование установлена минимальная цена – 1585 рублей. Отрицательный тест – экспресс-тестирование – позволяет снять режим двухнедельной самоизоляции для прибывших в округ. Готовность теста – не более 30 минут. Записаться на тестирование можно в будние дни во взрослой поликлинике Ненецкой окружной больницы с 9 до 12 часов по телефону 406 82, а также в центральной районной поликлинике Заполярного района с 9 до 16 часов по телефону 8 911 682 26 363. Экспресс-тестирование проводится во второй половине дня. Это сделано для того, чтобы развести потоки пациентов. Зимник Нарьин-Марусинск открыли для всех видов транспорта. По зимней автодороге Нарьин-Марусинск могут передвигаться и легковые автомобили. Ранее автозимник был открыт только для грузового транспорта. На зимнике за рекой Лаевош работает дорожно-ремонтный пункт. Там есть помещение, где можно погреться, перекусить и отдохнуть. Также там есть спутниковая связь на случай экстренных ситуаций. В периоды низких температур, метелей и снегопадов количество выездов патрульной машины на зимнике будет увеличено в два раза. Для того, чтобы в случае нештатных ситуаций принимать оперативные меры. Работники подрядной организации «Трансстрой» занимаются обслуживанием зимника. Проминают трассу, уплотняют и проливают снежное полотно. Устанавливают недостающие дорожные знаки. Ежедневно оперативную информацию о состоянии зимника Нарьин-Марусинск публикуют в телеграм-канале централизованного стройзаказчика дороги и зимник НАО. Также там можно узнать информацию о зимнике Нарьин-Мар-Тельвиска. Кроме того, информацию по зимнику Нарьин-Марусинск можно узнать по телефону диспетчерской службы подрядчика. Трансстрой 8 499 649 04 32. Добавочные 203. Территориальное общественное самоуправление Нарьин-Мара могут подать заявки на конкурс проектов. Заявки принимаются по 2 марта включительно, сообщает городская администрация. Конкурс грантов для территориальных общественных самоуправлений проводится для того, чтобы инициативные горожане могли реализовывать социальные проекты. Конкурс пройдет 1 апреля 2021 года. Для участия в конкурсе необходимо предоставить ряд документов. Заявки принимаются по адресу. Город Нарьин-Мар, улица Ленина, дом 12, кабинет номер 5. Консультацию по всем вопросам можно получить по телефону 8 818 53 4 21 56. Подробно с порядком проведения конкурса можно также ознакомиться на сайте городской администрации. Общеобразовательные и медицинские организации Ненецкого округа получили новый автотранспорт. Ключи от автобусов и легковых автомобилей руководству школы номер 3 и школы-поселка Искатели, а также Ненецкой окружной больницы и центральной районной поликлиники Заполярного района в ходе торжественной церемонии вручил губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный. На приобретение школьных автобусов Ненецкому автономному округу правительством Российской Федерации было выделено 6,5 миллионов рублей – два автобуса российского производства марки «ПАЗ». 2020 года выпуска по 29 посадочных мест в каждом предназначены для перевозки детей. Три легковых автомобиля УАЗ «Патриот» вручили Ненецкой окружной больнице и центральной районной поликлиники Заполярного района Ненецкого автономного округа. Автомобили будут использоваться в поликлиниках для доставки участковых врачей на вызовы пациентов. Транспорт приобретен в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в Ненецком автономном округе. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи является одним из ключевых федеральных проектов Национального проекта здравоохранения. В Ненецком автономном округе назвали имена победителей пятого регионального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills Russia. Торжественная церемония закрытия чемпионата состоялась в Наринмаре в концертном зале ДК Арктика с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. За время проведения чемпионата с 25 по 29 января в нем приняли участие 85 студентов и школьников. Более 70 волонтеров и 95 экспертов, трое из которых были приглашены из других регионов России. Состязания проходили на базе трех образовательных учреждений округа. В Ненецком аграрно-экономическом техникуме имени Волкова студенты состязались в компетенции «Поварское дело». Лучшей в ней стала Алина Бабяк. В компетенции «Ветеринария» первое место заняла Светлана Шиц. В компетенции «Лабораторный химический анализ» сразу две студентки – Анастасия Чупрова и Анастасия Ефимкина. Победителем в компетенции «Социальная работа» стала Алина Суслова. Лучшие результаты в компетенции «Предпринимательство» получила команда Виктория Кузьминой и Екатерина Нагатысой. Среди юниоров лучшими стали Зоя Ладыгина и Владислав Тюлюбаев. Учащиеся школы номер 4. На базе Наринмарско-социального гуманитарного колледжа имени Ваучейского прошли состязания по компетенциям дошкольное воспитание и преподавание в младших классах. Победителями в них стали Юлия Жаркова и Анастасия Ермолина. Наилучший результат в компетенции «Физическая культура», «Спорт» и «Фитнес» среди юниоров показала Надежда Гвоздева, ученица школы-поселка Искателей. Всем призерам и победителям вручены дипломы, медали и денежные сертификаты. Мероприятия чемпионатного движения WorldSkills включены в федеральный проект «Молодые профессионалы. Повышение конкурентноспособности профессионального образования» национального проекта образования. Две школы Наринмара участвуют в проекте Минпросвещения России и Школы новых технологий. Заявки на участие в проекте направили школу номер 4 с углубленным изучением отдельных предметов и школу номер 3. Результаты первого этапа отбора участников проекта будут объявлены 10 февраля. В случае прохождения отбора и включения в проект «Школа новых технологий» общеобразовательные организации получат комплексное сопровождение лучшими специалистами Академии Минпросвещения Российской Федерации. Возможность дистанционного обучения тьютеров, педагогических коллективов и управленческих команд на базе Академии. Доступ к методическим рекомендациям, образовательным программам и программам дополнительного профессионального образования. Проект «Школа новых технологий» направлен на внедрение новых педагогических технологий, создания современной высокотехнологической образовательной среды, привлечения в школу молодых и творческих учителей, развития у школьников интереса к знаниям, повышения качества образования и управления в школе. Обе школы, заявившиеся на участие в проекте от Ненецкого автономного округа, оснащены современными компьютерами и интерактивными комплексами. В школе номер 3 работает Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В школе номер 4 «Точку роста» планируется открыть в 2022 году. Субтитры создавал DimaTorzok